Общение с мошенниками у Владимира Дмитриевича случилось дважды за день. Вначале по телефону. Плачущий голос сказал дедушка, внучка. Она не сказала, дедушка, я совершила ДТП. Наехала девушка на молодую, которая 7 месяцев, беменная. Сейчас она находится в операционной. Нужны срочные деньги. Сколько просили денег? 800. Не 800. 800 тысяч, да. Вы что ответили? Я ответил, что я ему ответил. У меня нет таких денег. 100 тысяч вот есть. Слез за телефонным звонком, раздался звонок в квартиру. На пороге у 85-летнего пенсионера стоял курьер. Он позвонил по зомофону. Я от Жени. В чем деньги передавали? Они меня предупредили, когда деньги не будете передавать. Или в конверте. Это самый конверт. Не конверт, а пакет. Конверт, да. Имея отчество, напишите. Почему поверили мошенникам в тот момент? А? Почему мошенникам поверили в тот момент? Не знаю. Когда мне сказали, лучка, вот эта самая плачущая ночь. Меня как вывело сразу все. Все у меня пошло наперекосяк. Потом-то время, когда все осознал, я вам, наверное, говорил, что я грубейшую ошибку сделал. Грубейшую. Больше я никак не называю это дело. Раньше слышал я таких мошенничеств? Слышал, конечно. Откуда? По телевизору, радио. Сотрудники уголовного розыска установили, что исполнил роль курьера 25-летний житель заводского района. По версии следствия, подозреваемый, у которого ранее не было проблем с законом, может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в Петровске и Энгельсе. Общая сумма ущерба составила полмиллиона рублей. За что доставлен молодой полиции? За мошеннические махинации. Что именно делал? Я попал в мошенническую махинацию, работал посредником, курьером. Я брал деньги и переводил их на счета злоумышленников. По всем фактам возбуждены уголовные дела, санкции статьи для любителей легкой наживы, лишения свободы на срок до 6 лет. Напоминаем, если вам позвонили с просьбой о помощи близкому человеку, не впадайте в панику, прервите контакт с собеседником, перезвоните родным и узнаете, все ли у них в порядке. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.